В Твери продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Накануне в уже традиционную поездку на теплоходе по Волге отправились дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Уже 15 лет семьи с особенными детьми встречают летние каникулы на борту теплохода Лиза Чайкина. Путешествия по Волге от городского сада сначала вверх, затем вниз по течению. Ребята погружаются в атмосферу праздника, где благодаря студентам из Тверского колледжа культуры имени Львова всегда есть место для чуда. Нужно пройти все ее испытания, ты нам поможешь. Конечно помогу, я же тоже хочу встретить лето. А ребята, вы хотите встретить лето? Баба Яга, главный отрицательный персонаж детских сказок, явилась украсть часы у Мишки для того, чтобы никто, ни лесные звери, ни ребята, не узнали, что начались каникулы. На помощь косолапому пришли пятачок, лиса и мышь. Вместе с детьми они разгадали загадки сказочной старухи и вернули часы медведю. Больше всего понравились, конечно же, танцы и когда раздавали подарки. У нас были зверские танцы, а звери нам показывали. Танцы, которые мы переделывали и уже танцевали по-зверски. Мне понравилось все. Звери. И когда я выходила на балкон, там очень был красивый вид. Просто все красиво. И звери. И особенно мне понравились танцы и вот это вот, как сказать, вот это река, полка. Участие в поездке организованной администрации клуба приняли участие более сотни человек. Дети и взрослые из клуба «Надежда» и общественной организации «Диалог», которая объединяет детей, больных с сахарным диабетом, слабослышащие и слабовидящие школьники, а также ребята, посещающие реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Мне все понравилось в этой поездке. Весело, дружно, все очень здорово. Дети, во-первых, в восторге, что они увидели, что вот там вот наш дом, мы прополняем. Тут горса, тут бабушка живет. Какой у нас красивый город, оказывается. Впечатление очень восторга. Большое всем спасибо. Хотим сказать всем организаторам, кто помог нас вывести на такую хорошую прогулку. Ребенок очень доволен, особенно мои родители. В помощь, что ребенок не колясочный, помогли нам сюда зайти. Мы очень счастливы. Я очень рада, что и попали сюда. Очень нужны, очень нужны, особенно для наших детей, чтобы мы были большой коллектив, чтобы мы всегда встречались. Потому что со встречами мы получаем больше эмоций, когда мы встречаемся друг с другом. О том, как важен отдых и общение для особенных детей, а главное для их родителей, все чаще говорят педагоги и психологи. Ряд благотворительных организаций при грантовой поддержке со стороны государства разрабатывают и внедряют программы для развития и отдыха семей с детьми с ОВЗ. У мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, у них первое – это эмоциональное выгорание. Это самый большой минус в своей жизни. Отсюда все идет. И как это все можно решить. Спорт, общение, самодисциплина. Занятия с педагогами и психологами, в том числе и для мам, которые передают детей педагогам и проводят время вместе. Такие занятия, организованные благотворительным фондом «Мама», проходят в инклюзивном центре в новой школе номер 56 в Южном. А прошлым летом при поддержке благотворителей удалось впервые собрать пятую смену в загородном лагере «Романтик». «Пятая смена» для нас вообще – это проект просто как прорыв, наверное. Наше управление образования любим, наша Наталья Владимировна, она сказала, что есть решение, по которому можно сделать, сдать в аренду, безвозмездную аренду, вот эту вот территорию лагеря. Мы заключили договор насчет безвозмездной аренды, наняли всех работников, собрали денег. Все это благотворительно, все за счет наших спонсоров. Некоторые по 10 рублей даже вкладывали, вот просто участники, люди. Неделю отдыха, игр, занятий спортом и музыкой тогда подарили 27 детям с ОВЗ и их мамам. Проект «Пятая смена» поддержали представители власти и бизнеса, общественники и все неравнодушные тверетяне. Сегодня на попечении фонда «Мама» уже более сотни семей с особенными детьми. Работа по подготовке «Пятой смены» вот-вот начнется. И если помещения для отдыха мам с детьми могут быть предоставлены безвозмездно, то для того, чтобы привезти сюда родителей и пригласить специалистов для работы с такими семьями, требуются дополнительные средства. Массу положительных эмоций получают не только дети, но и взрослые. Оказать поддержку или подробнее узнать о деятельности фонда можно на сайте или в социальных сетях.